всем привет в данном видео рассмотрим такой вопрос который связан с интерактивным окном то есть fire ну немножечко и плюсов и минусов и соответственно до разберемся с ним и закроем этот вопрос то есть у нас здесь сцена имеется соответственно берем mesh включаем и включаем ground и отравниваем сцену соответственно переходим в именованные виды и в перспективе отравниваем вот таким образом то есть у нас здесь есть mesh это все у нас сантиметров единицы измерения то есть вот такая вот геометрия у нас присутствует и соответственно по поводу окна fire и его некоторых настроек то есть у нас я немножечко повторюсь в одном из видео я уже по этому поводу объяснял некоторые моменты ну повторюсь еще раз то есть запускаем это у нас интерактив соответственно в окне fire у нас есть возможность включить отключить интерактив сам дальше есть возможность обновить если мы что-то меняем то есть как только мы что-то поменяли соответственно у нас то есть изменения касаются непосредственно либо геометрии либо каких-то моментов с ней связаны то есть вот в данный момент у меня здесь геометрии не добавляется поэтому обновление можно не делать далее есть возможность сохранить имидж на диск то есть изображение либо скопировать буфер обмена и например там править фотошоп дальше у нас есть возможность переключиться из этого режима вот сюда в окно перспективы и есть возможность при переключении между окнами чтобы картинка не менялась то есть залочить то есть теперь я какой вид не перейду у меня все равно картинка будет оставаться такая как перспективе в данном случае скажем ситуация у нас такая то есть материалы здесь стандартные ничего из себя не представляют серый материал применен ко всем объектам то есть дальше у нас здесь в настройках камеры экспозиция вот такая установлена но единственное что здесь сделано то есть переключен режим физическое небо и вот здесь у нас солнце вот она такой диск большой да можно его сделать чуть поменьше то есть по радиусу чуть поменьше его сделать и в этом случае мы получим более резкие тени то есть вот здесь тени у нас когда диск большой то тени у нас размытые когда у нас диск маленький по размеру соответственно тени у нас становятся более четкими то есть жесткий свет получается в данном случае фактически вот с этой панелью все понятно то есть здесь еще у нас отображение вот этого именованного вида либо перспективы либо любого из ортогональных видов то здесь будет отображаться далее у нас внизу строка состояния то есть строка который нам показывает ползунок который двигается концу да то есть это у нас дает нам представление о том на какой стадии находится рендер здесь же в этой строке если есть какие-то ошибки будет возникать надпись цен error то есть ошибка в сцене и можно будет нажимать на подсказочку смотреть что за ошибка то есть обычно когда источников света нет ну то есть там есть перечень ошибок которые стандартные скажем и по правой кнопке у нас здесь имеется возможность изменять качество то есть здесь у нас sample level это уровень качества уровень просчета выборок наших то есть у меня установлен 10 можно ставить то есть если мы поставим единицу предположим то соответственно у нас быстро все будет просчитано следующий quality качество у нас это зависит от разрешения непосредственно которое мы здесь в нами они здесь жестко зашиты вот эти вот разрешения то есть я разлочу это все то есть вот при таких настройках мы вот видим такую ситуацию да то есть мы можем sample level поднять и у нас будет изменяться качество нашего изображения то есть просчет будет становиться лучше лучше но дело в том что вот это качество она фактически не так сильно влияет на картинку скажем как второй параметр то есть в этом случае мы можем устанавливать количество сэмпла мы поставим 10 как и было то есть вот мы дошли вот такой ситуации и у нас в принципе картинка быстро считается да то есть мы как бы видим но она размыта по факту вот это размытие вот этим размытием да мы управляем вторым параметром то есть здесь данный момент картинка размыта почему потому что предположим вот это окно у нас если брать о самой нашей камере то есть она у нас 752 на 394 точки вот такое да а при вот этой настройке единичка она например там 240 на 160 и вот 240 на 160 растянуть на 752 на 394 то мы получим такую картинку она там интерполируется то есть устрезняю усредняется чтобы не было какой-то сильной пикселизации но фактически вот если мы поставим второе двоечку то мы разрешение увеличим в два раза то есть вот мы увеличили у нас немножко дольше просчет будет соответственно качество будет лучше то есть мы начинаем понимать что качество улучшается то есть поставим еще качество будет улучшаться потому что разрешение нашей картинки конечном итоге станет 752 на 394 такое грубо объяснение там конечно вот под этими цифрами немножечко другие параметры зашиты но семерка у нас дает врина 1280 на 960 то есть вот такой вот у нее вариант то есть вот как только я до семерки дойдем значит картинка станет более по качеству лучше то есть вот в данном случае семерку ставим и доходим до вот этого момента то есть дальше у нас есть количество потоков то есть количество ядер которые мы отдаем фактически нитей ну если шестиядерный процессор дата не так 12 соответственно можем отдать 10 не так для оставить на интерфейс то есть по факту вот такая ситуация дальше у нас есть движок то есть какой мы используем либо драфт это черновик продакшен это уже непосредственно финальная визуализация скажем и gpu это у нас на просчетная видеокарта то есть за счет ресурсов видеокарты вот в этом окне фактически все но у нас есть еще одна такая настройка которая непосредственно находится еще в разделе output не могу сказать с чем это связано как бы может быть с плагином непосредственно непосредственно для рина но здесь есть вот раздел max of fire то есть что нам дает у нас в данный момент вот тени есть на подложке да то есть если мы придем к слоям и выключим ground то есть вот мы его отключили вот у нас вот такая ситуация то есть у нас подложки нет да и мы запускаем соответственно просчет и желательно конечно вот в данный момент вот это обновить потому что ну не всегда скажем отображается эта часть у нас вот есть солнце на у нас есть объект соответственно солнце светит из-за дома нашего сюда значит у нас здесь вот должны быть тени то есть вот здесь этот раздел в максимум файл он у нас позволяет плавающие тени отображать и плавающие отражения но вот в данном случае этого не происходит то есть я здесь вот этот вариант остановлю здесь да и перейду в cinema 4d то есть мы посмотрим каким образом это у нас отрабатывает здесь то есть если здесь запустить непосредственно наш интерактив свернуться вот сюда и запустить файл то есть здесь подложки нет то есть я его запущу здесь вот подложки нет но тени есть да и соответственно мы переходим сюда то есть здесь опции вынесены отдельно то есть по правой кнопке здесь нет такого как время то есть единственное здесь вот цепь такой качество такое да они так 4 соответственно engine draft ну можно переключать на джипе и вот здесь есть вот вот эти два варианта то есть плавающие отражения и плавающая тень то есть в данном случае вот можно это подобно ведь то здесь вот отражение были да вот они исчезли то есть включаем тени в данном случае вот они включились то есть как бы все отлично но конечно жесткость этих теней то есть они слишком глубокие такого не может быть но в принципе мы представляем какие они да и можем отключить плавающее отражение то есть фактически движок вот эти тени ложат на воображаемую плоскость ну и отражение тоже то есть я вот это остановлю ты иду вот сюда но здесь мы этой возможности не имеем то есть в любом случае в каком бы я там не пытался это включать выключать то есть у нас не появляется этот момент хотя настройки фактически все не одинаковы то есть там и там ну по поводу вот этих настроек можно проверить этот вариант вина 6 то есть там плагин немножечко по чувствительней и он немножечко по другому отрабатывает то есть можно проверить это там но вот во всех остальных скажем параметрах настроек да вот в этих здесь можно было бы найти например ground plane то есть если бы она была такая воображаемая дата она должна была быть вот здесь то есть 3 галочка ground plane например да или там virtual ground plane и он бы на нее отображал эти тени и отражения но ее не везде здесь среди параметров нет то есть как бы непонятен вот этот вариант то есть можно посмотреть все разделы полностью но я например не нашел то есть как бы ни в одном из разделов нет возможности увидеть там какую-то отметку по поводу какой-то плоскости на которую эти тени падают но на самом деле вот эти отметки есть как бы они вроде как включаются работают но здесь мы этого не видим то есть это касается непосредственно масло fire здесь да если мы это вот отправим студию нашу то мы вернее в ядро для просчета то мы все равно там их не увидим потому что вот эти отметки имеют отношение только здесь только к этому окну но в самой студии если мы будем там работать предположим сцену экспортируем туда то мы будем видеть без плоскости без вот этой земли да мы будем видеть эти тени и будем видеть эти отражения но это вот вот эта часть это на совести разработчиков почему она не отрабатывает как бы непонятно в 3d maxi тоже отрабатывает студии марс отрабатывает в риновском плагине почему-то нет ну как бы здесь пользователи рина немножечко обделены в этом плане поэтому но по поводу fire здесь вот этого режима интерактивного предпросмотра больших слишком настроек нет то есть все очень просто сделано но под вопросом вот эти два параметра то есть можно их оставить включенными можно их оставить выключенными то есть они как бы в данном случае не отрабатывают но если кто-то хочет проверить у себя этот вариант то есть будет ли это работать соответственно можно проверить может быть плагин стал немножечко корявенько может быть какие-то непонятки среди на 5 то есть ну здесь я не берусь судить но в данном случае как бы вот эта часть по поводу floating shadow и floating reflection она не отрабатывает вот а по поводу окна самого интерактивного просчета то здесь все минимизировано до скажем минимума то есть настройки самые простенькие